Привет! Сегодня мы с Маффином расскажем вам о одном из символов этого канала, о вот такой вот кофеварке. Это называется сифон для кофе. Я расскажу, где купить, чуть-чуть расскажу, как пользоваться. Сразу скажу, что я не кофеман. Меня во всей этой истории интересует исключительно эстетика. Я не отличаю один кофе от другого, я не могу дать какие-то конкретные рекомендации, что вот этот кофе берите, а этот не берите, и вот это вот гораздо лучше, чем эспрессо-машина или гейзерная кофеварка, или капельная кофеварка. Нет, я такие сравнения делать не могу, но все равно хочу рассказать и ответить на некоторые вопросы, которые регулярно возникают после того, как я выкладываю очередное видео, где я показываю, как мы пользуемся этой кофеваркой. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Начнем, наверное, с самого скучного, с принципа действия, как же это все работает. На самом деле выглядит действительно впечатляюще. Ты ставишь эту кофеварку, в колбу набираешь воду, подогреваешь снизу, вода каким-то магическим образом переходит в верхнюю воронку, после этого в верхнюю воронку засыпаешь кофе, после этого кофе некоторое время варится, выключаешь газ, либо подогрев снизу выключаешь, и после этого уже готовый кофе опускается вниз к колбу, жмых остается сверху. Как же это происходит? На самом деле все очень просто. То есть даже мои дети, у которых не у всех большие познания физики, в принципе, справились сообразить после некоторых подсказок, что просто при нагреве снизу повышается давление пара над водой, и, собственно, этим давлением пара через узкую часть воронки воду начинает выдавливать вверх. Когда мы нагрев убираем, давление пара падает, давление здесь над, собственно, жидкостью, и постепенно остывающая жидкость опускается. Внутри здесь в воронке находится фильтр, поэтому опускается только кофе, только жидкость, а все остатки кофе, собственно, частички перемолотого кофе, они остаются сверху. То есть никакой супермагии, это никакой не самогонный аппарат, ничего такого, как я регулярно получаю какие-то такие комментарии, нет. Все очень просто, я бы даже сказала примитивно. Давайте рассмотрим прямо по деталям, что здесь есть. Здесь есть такая пластиковая штука, которая одновременно является с одной стороны крышкой, с другой стороны она точно так же является подставкой. То есть если у нас здесь будет уже вспятой кофе или просто нам надо поставить эту воронку, то вот она прекрасно в этой пластиковой штуке держится. Что есть еще в воронке? В воронке, как я говорила, есть фильтр, причем фильтры есть разные. Есть те, которые по умолчанию идут со многими этими сифонами, и они, наверное, более классические. Они выглядят как такая грубая сетка с огромными дырками, обтянутая тканью какой-то. Но, честно говоря, отмыть до конца этот фильтр от кофе очень сложно. В итоге у тебя вот эта вся вода получается какая-то такая слегка мутноватая, слегка коричневатая, даже до того, как ты засыпешь кофе. И, в общем, в итоге мы купили другой совершенно фильтр на Алиэкспрессе, который многоразовый, который с резиновой или силиконовой прокладкой. И сам фильтр металлический, он прекрасно моется и в посудомойке, и руками его можно помыть. В общем, я бы, наверное, все-таки рекомендовала заменить классический фильтр с тряпочкой на вот такой вот. У воронки есть уплотнение, здесь такая прокладка резиновая. Это позволяет поддерживать вакуум, чтобы пар не выходил в разные стороны, а пар все-таки выдавливал жидкость вверх. Чтобы фильтр был надежно закреплен, на нем снизу есть пружинка. Есть система креплений, которая позволяет этот фильтр закрепить в воронке. То есть мы берем, пропускаем всю эту систему креплений и в конце просто фиксируем, потянув за какую-нибудь веревочку или какую-нибудь цепочку, которая у нас здесь есть, и специальным крючочком фиксируем на узкой самой части воронки, на конце носика. Следующий элемент конструкции – это, собственно, такая вот круглодонная колба, из-за чего, опять же, у многих есть ассоциации с чем-то таким химическим, с каким-нибудь химическим синтезом, возможно, органическим. В принципе, просто из стекла. Я не уверена, что те приборы, которые продаются на Алиэкспрессе, например, с какого-то там суперзакаленного стекла, конкретно вот эта вот колба у нас с Алиэкспресса, и мы ее по-всякому греем, в общем, все нормально. Про то, насколько эта штука надежна и как часто бьется, мы еще поговорим чуть позже. Большинство подобных сифонов, они либо на 3, либо на 5 чашек кофе. Причем это не какие-то вот малюсенькие там, как эспрессо-чашечки, а ну такие более-менее, сейчас вам покажу, она, правда, грязная стоит после завтрака. Ну вот такого объема чашек у нас реально получается 5. Вот это вот на 5 чашек. Ну, причем 5 не суперполных, а где-то на 2 трети. Колбу, естественно, нужно зафиксировать в вертикальном положении, то есть мы ее просто с помощью вот этой подставки фиксируем, и таким образом она ставится либо на газовую плиту, и под ней горит газ, либо в комплекте со всеми вот этими сифонами обычно есть что-то типа спиртовки, ну, в общем, какая-то горелка, которую можно поставить снизу и таким образом подогревать. Что мы делаем, чтобы это все быстрее происходило? Мы кипятим воду отдельно в чайнике, и уже кипяток переливаем в колбу, потому что иначе, ну, можно, не знаю, полчаса, наверное, ждать, пока закипит холодная вода с помощью не очень мощной горелки, либо даже если вы делаете это на газовой плите, все равно получается очень долго. Чтобы колба не разбилась, ее не раздавила металлическими вот этими креплениями, здесь есть специальные резиновые прокладки. Из, наверное, не очень приятного эти прокладки, они как бы держатся там на честном слове, то есть если ты их там неаккуратно заденешь, они выпадают, можно их потерять. Мы поэтому приклеили их на суперклей, и наша жизнь заиграла новыми красками. Какой для всего этого нужен кофе? Кофе нужен молотый. Опять же, я повторюсь, я не специалист по сортам и всему прочему. Нужен молотый кофе, но не слишком мелко. То есть если он прям совсем как пыль, то он будет проходить через фильтр, забивать фильтр. В общем, совсем мелкий не подходит. Нужен такой среднего или даже, может быть, крупного помола. Давайте поговорим о том, где, собственно, это чудо купить. Ну, просто забивайте в Гугле или в Яндексе сифон для кофе, и я абсолютно уверена, что вы получите много предложений от магазинов. Кроме того, что все это есть, естественно, на всяких чайных, кофейных сайтах, это есть на Амазонах, Озонах, прочих маркетплейсах. Это не какая-то суперредкая вещь, просто она почему-то, видимо, не очень популярна, либо просто еще не успела набрать популярность. Что касается производителей и всего прочего. Есть несколько производителей, которые типа с именем. Например, есть, кажется, японские сифоны Харио. У нас был один такой, но в итоге мы его продали. Не потому, что он был какой-то плохой, просто так получилось, что у нас этих сифонов было больше, чем нужно. И тот, который мы продали, он был на три чашки, а на три чашки нам маловато с мужем на двоих, и мы в итоге используем на пять чашек. Кроме того, эти сифоны есть на Алиэкспрессе, и в частности вот этот вот, он с Алиэкспресса. Про совместимость. Вроде выглядят они все очень похоже, и казалось бы, почему бы, допустим, если разбилась только воронка, например, не надо заказать воронку, или разбилась только колба, не надо заказать только колбу. Мы пробовали, и у нас негативный был опыт. У нас сейчас есть остатки от другого сифона, там осталась колба, воронка разбилась. И когда мы заказывали, мы очень долго сомневались, не заказать ли только разбитую часть, и стали этого делать. Именно почитали комментарии и поняли, что на самом деле вот эти вот все прокладки, вот эти вот переходники, они все немножко отличаются по размеру у разных производителей, и в старую нашу колбу вот эта воронка просто не влезает. То есть хорошо, что мы заказали полный комплект. Да, к сожалению, у нас теперь лежат эти запчасти, с которыми непонятно, что делать. Наверное, надо расхламить на самом деле, ну, либо попытаться все-таки подобрать воронку и, ну, не знаю, может продать или отдать кому-нибудь из знакомых полный комплект. Ну, потому что не комплект отдавать бессмысленно. Что здесь еще может ломаться, ну, кроме того, что бьется стекло? Через некоторое время, причем довольно продолжительное, ну, типа через год примерно, может начать разрушаться вот эта цепочка, потому что она постоянно в воде, она постоянно еще там в кипящей воде, потом в кофе оказывается, и могут начать отрываться звенья. У нас такое случилось, и мы пока не заменили вот этот вот фильтр, в общем, у нас была проблема, мы в итоге прицепили туда. цепочку из золота, ну, какой-то мой браслет, и таким образом пользовались. То есть это тоже та вещь, которая может сломаться, причем, казалось бы, ну, это же вообще какая-то фигня. Все вот эти вот цепочки, они есть, кажется, что везде во всяких брелоках встречаются еще где-то, но мы, когда столкнулись с этой проблемой, что вот у нас спорвалась цепочка, мы долго не могли найти, чем ее заменить. Регулярные замены требуют классические фильтры, которые обтянуты тканью, которые с тряпочкой, но вот эти вот силиконовые металлические, как у нас, ну, мне кажется, ну, они, если не вечные, но их хватает точно очень надолго, нашему точно больше полугода, и вот ровно в таком же состоянии, в котором он был, когда он к нам попал. Выглядит идеально, моется постоянно в посудомойке. Насчет мытья. Можно мыть руками, можно мыть посудомойки, естественно, надо стараться более-менее аккуратно, но у нас за, получается, то ли два года, то ли год, я сейчас не могу вспомнить почему-то, в общем, за время эксплуатации в нашей семье мы вот разбили одну воронку, и то разбили там не при мытье, не при приготовлении, потому что вот когда все это на плите стоит, это все выглядит очень страшно, и кажется, что, о боже, сейчас оно все упадет. Но на самом деле, вот в эти моменты у нас ни разу ничего не падало, ничего не билось. Андрей доставал из посудомойки уже помытую вот эту воронку в какой-то момент, и вот так вот об край раковины, как вот я сейчас пытаюсь сделать, это об край стола, просто задел, и она разбилась. Отдельный вопрос, с которым сталкиваешься в первый момент, когда думаешь, о, у меня есть фонд, что же мне дальше делать, как же мне, собственно, получить кофе. В интернете полно всяких разных рецептов, есть конкретные прям приложения, ты ставишь приложение, он тебе говорит телефон твой через приложение, типа, а сейчас налейте туда воды, а сейчас вкипятите это, а сейчас вставьте, а сейчас помешайте и так далее. Поэтому я какие-то конкретные рекомендации давать не буду, расскажу очень вкратце, как мы делаем, ну, то есть мы наливаем воду. Здесь, я кажется, пропустила важный момент. Мы не сразу воронку затыкаем намертво, с использованием вот этой самой резиновой прокладки, а сначала она должна некоторое время быть под углом, чтобы вода имела возможность нормально прогреться. Только когда вода уже совсем закипает, уже есть пузырьки в колбе, в нижней, то мы вставляем окончательно воронку, и тогда продолжаем греть, и вода поднимается. Что будет, если закрыть сразу? Вода не нагреется нормально. Что будет, если не вставлять воронку под углом, а засунуть ее, когда вода в колбе уже прогрелась? Ну, можете попробовать. На самом деле, когда в довольно горячую воду мы засовываем холодную воронку, холодный носик воронки и холодную вот эту цепочку, то чаще всего просто появляется центр газообразования, центр кипения, и в итоге просто много воды выплескивается через воронку, можно и обжечься, но и остаться без кофе. Она нагревается, оказывается сверху, сюда мы засыпаем 3 ложки кофе, причем с вот этими сифонами обычно есть вот такая вот ложечка типа. И, естественно, не обязательно именно ей пользоваться, но она удобна тем, что ей можно, собственно, как ложкой пользоваться, а другая часть, она такая с, ну, в общем, для помешивания. В общем, мы засыпаем кофе, мешаем, после этого ставим таймер на минуту, через минуту еще мешаем, после этого ждем еще 15 секунд, и все, выключаем газ или нагрев, смотря, как вы греете, может быть, спиртовкой, и после этого ждете уже, собственно, когда кофе опустится. Это тот способ, которым мы пользуемся, мы его взяли из как раз вот этого приложения. Но смотрите сами, возможно, есть и другие какие-то способы, другие какие-то рекомендации по количеству кофе. Опять же, у нас, например, там на 5, если на 3 чашки, то время, наверное, примерно то же самое будет, но количество кофе будет другое. Заглянула в свой план на это видео, я сюда выписывала все вопросы, которые получала относительно этих сифонов, ну, кажется, я на все вопросы ответила. Так что теперь, когда меня в очередной раз под очередным влогом будут спрашивать, а что это за штука, что это за самогонный аппарат, я буду давать ссылку на это видео. Кстати говоря, я считаю, что вот эта штука это тоже такой вариант подарка для людей, у которых все есть. То есть эта вещь, она не очень дорогая, но при этом выглядит прикольно, пока не супер распространена. Это не то, что там типа дарить носки, да, или дарить дезодорант. Это вещи, которые мало у кого есть, наверное, но выглядят действительно очень прикольно. для меня, еще раз повторюсь, главное, что есть в этой вещи, это эстетика. Я не способна сказать, лучше отсюда кофе или хуже, но что все это очень красиво и очень вдохновляюще, это совершенно точно. На этом, наверное, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,